Злосчастное место. Таким пересечением строителей и челюскинцев стало для Ксении после того, как девушка наехала на штырь и осталась без двух колес. За 11 лет за рулем такого не встречала. Проехав этот участок, у меня просто сразу же слышу шум посторонних колесах. И смотрю, что машину перекрутило просто на один бот. Я, конечно же, прекратила движение, вышла посмотреть, что случилось, и у меня два колеса просто спущены. Ксения оказалась седьмой, кто за полчаса на этом месте проткнул шины. Ни одна не подлежит восстановлению. Выпрямить два диска 2800. Одно колесо размер 195, на R16 стоит 8000. 8000 – это без диска. Их два. То есть вот непредвиденные расходы. Возмущенные водители написали по социальных сетях. И спустя несколько дней яму мы уже не обнаружили. Ее заделали. Но кто покроет те самые непредвиденные расходы? Автомобилисты написали обращение в ГИБДД и администрацию города. Ждем рассмотрения. Тут у нас есть и закона полиции, который гласит о том, что полиция должна тоже смотреть за техническим состоянием, за безопасностью. А еще пострадавшие проведут по фотографиям экспертизу, чтобы доказать, что яма шире 15 сантиметров, а это нарушает закон. С этим заключением можно будет идти и в суд. Это вопрос, который встанет в ходе судебного процесса. А действительно ли выступ вот этого штыря – это недопустимо? Потому что элементарно выбоины на дорогах, они тоже допустимы, но в определенных размерах. Все, что превышает эти размеры, считается недостатком дорожного полота. Доказав этот факт, иск автолюбителей удовлетворят и пострадавшим должны будут возместить ущерб. Чаще всего подобные дела автовладельцы выигрывают, объяснил юрист. Любопытно лишь, сколько шин проткнули здесь до того, как за полчаса без колес остались семеро. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.